Российские врачи рассказали о том, что нельзя делать после вакцинации от ковид спутником ВИ. Не рекомендуется попадать в стрессовые ситуации, переохлаждаться и употреблять продукты, которые могут вызвать аллергию. А в Европе одобрили использование вакцины, которую совместно разработали компания Pfizer из Соединенных Штатов и BioNTechs из Германии. Подробности в нашем обзоре. Спасибо, Наталья. Европейский регулятор лекарственных средств одобрил вакцину Pfizer и BioNTech от ковид-19. Теперь ее будут применять на всей территории Европы. Эксперты и ученые из Британии и России подписали меморандум о сотрудничестве. Это значит, что вакцина от ковид-19 будет эффективнее, заявили главы этих государств. Российский спутник ВИ сейчас, к примеру, прививают людям из групп РИСК. Это врачи, учителя, журналисты и военные. Провакцинировали уже больше 200 тысяч человек. А вот рядовые граждане России не спешат ставить прививку даже на фоне рекордного числа заболевших. Население скептически относится к препарату. Я не болела. С таком мы тоже не болели. Не знаю. Не считаю ее надежной. Не доверяю. Британия в изоляции. В этой стране запрещены любые массовые мероприятия. Закрыто все, кроме продовольственных магазинов. Это произошло на фоне сообщения о том, что на юге Лондона нашли новый штамм коронавируса. Уже более 40 стран запретили въезд из Великобритании. В столице Англии ввели четвертый уровень опасности. Тем временем новую мутацию ковид обнаружили в ЮАР и в Египте. Ученые говорят, что новые штаммы вируса из одного семейства, но никак между собой не связаны. ВОЗ советует пресечь передачу всех разновидностей ковид путем жесткого локдауна. А в Рио тысячи людей высыпали на пляжи, несмотря на то, что Бразилия остается страной с самыми высокими показателями заболеваемости. Зоны отдыха переполнены. Такая активность связана с тем, что перед праздниками местные жители традиционно обновляют свой загар. Запрета на посещение пляжей нет. Тем более президент Бразилии скептически относится к коронавирусу, называя его не более чем обычным гриппом. При этом только за последний день здесь зарегистрировали 50 тысяч новых случаев. В период пандемии тяжелее всего расставаться со своими старыми привычками и образом жизни. Наталья. Да, Оскар, именно поэтому вирус распространяется волнообразно. Там, где ослабление, там затем и всплеск. Но не будем отчаиваться.